Растут протестные настроения среди родителей, чьи дети ходят в сельскую школу, расположенную на территории нашего поселения. Ранее мы публиковали видео, в котором заместитель главы заявляет директору ЗАО Сафоса им. Ленина Павлу Грудинину о том, что администрация не намерена продлевать договор безвозмездной аренды школьного стадиона и требует в течение 10 дней начала сентября демонтировать себе спортивный объект, убрав из территории школы. Я в курсе этого письма, да. А как вы это себе представляете тогда? То есть вы дали им согласие на вот это письмо? То есть в течение 10 дней после окончания договора я должен демонтировать стадион? Но мы не будем продлевать договор. Эта информация всколыхнула людей и в чатах стали активно искать возможность повлиять на недальновидное решение чиновников. 9 июля 2021 года в 19 часов у школы собралась инициативная группа, примерно из 30 человек, которая активно принялась обсуждать положение дел и искать выход. Помимо этого вопроса родители затронули качество питания детей и сильное переполнение школы. Выразили обеспокоенность присутствием на территории школы странного общественного движения ЗАЗАЗа, признанного, как считает основная часть местных жителей, нежелательной организации, выполняющей функцию агента рейдеров. Не обошли вниманием собравшейся и тему управляющего совета школы. Понимая, что это легальный способ оказывать влияние на решение директора, договорились сформировать рабочий совет, проведя честные выборы в его состав. Время, когда, допустим, при Гругинине, при Добренковой, там, при Рывкиной, мы как бы по умолчанию относили, что будет все хорошо, к детям будут относиться хорошо, к школе будут... Это эти времена прошли. Нужно брать этот контроль, брать контроль за питанием, брать контроль за этим. И вот эти родительские комитеты, в том числе, да, в том числе родительские комитеты, они, ну, не должны выполнять роль просто там кассы, да, там, тетрадочки купили, учебники купили, да, то есть уже затраиваются интересы детей в любом случае. Поэтому вот эту вот субкоординацию нужно в том числе вести через родительские комитеты. Это максимальный охват, потому что есть у нас там какие-то совхозные чаты, не все в них есть, да, там, кто-то в WhatsApp, кто-то в Telegram, вот поэтому, да, вот даже человек говорит, а как вы убирали совет, да, то есть, ну, допустим, я отслеживаю эти моменты, там, я присутствовал на тот момент, там, в двух родительских, там, чатах, у меня двое детей было, так бы сейчас нет, да, но мы видим, что даже люди, которые учатся, они этой информации не имеют, поэтому нам в любом случае нужно организовывать распространение информации, да, чтобы вот, как бы вот тут вот там, не знаю, там 30 человек пришло, но учатся за тысячи. Нужно сказать, что на прошедшей неделе состоялся телефонный разговор главы Ленинского городского округа Абаренова Дмитрия Александровича с директором ЗАО Павлом Николаевичем Грудининым по инициативе последнего. Как стало нам известно, Павел Николаевич пригласил главу приехать в совхоз лично и посмотреть на последствия, к которым приводят решения подчиненных главе чиновников. Он также предложил решить вопрос с ДК, пешеходными зонами и стадионом внесудебным путем. Дело в том, что после того, как вот эта Единая Россия вместе с замглавой по образованию решила, что нужно написать письмо о расторжении договора, и его подписал директор школы, мы же обратились сначала к управлению, сначала образование, а потом перезвонил какой-то странный человек, он назвался замглавы Круг, по-моему, фамилия, который 26 минут пытался понять, в чем дело. Ну, к сожалению, их подготовка такова, что, судя по всему, он ничего не понял. Но ему было сказано, что мы готовы заключить договор о безвозмездном пользовании стадиона, но этот договор должен быть несколько расширен. Дело в том, что этим же стадионом пользуется не только школа, а вечером там пользуется Центр спорта совхоза имени Ленина, который является тоже муниципальным образованием, муниципальным учреждением. И там нужно четко прописать, кто за что отвечает. Особенно меня беспокоит безопасность детей. Если же они не хотят заключать договор безвозмездного пользования, то мы скажем, тогда вы купите, сами же оцените его, поскольку это муниципальное действие. Поэтому вы наймете оценщиков, они по остаточной стоимости, там будут копейки, насколько я понимаю, оценят это все, и мы готовы отдать его, ну, учитывая то, что если мы будем отдавать, то мы заплатим НДС. А НДС заплатится первоначальной стоимостью, это очень большие деньги, поэтому его нужно будет оценить достаточно дешево, а потом они это получают, а мы платим налоги. Это все я пытался объяснить вот этому замглавы, который, судя по всему, ничего не понял, поэтому я вынужден был позвонить в голове и сказать, что, слушайте, я уже устал, значит, у вас один зам говорит одно, другой зам говорит другое, директор школы вообще третья, какую-то ерунду начинает писать, поэтому давайте так, я буду общаться с вами, я вас приглашаю сюда в совхоз, хотел бы, чтобы вы увидели, потому что кучу исков за последние два месяца мы получили, и о снятии ограничений, пешеходные зоны вы хотите разрушить, и дворец культуры вы захватили, и ничего не можете сделать, но одновременно мешаете нам проводить ремонт, и со школы непонятная история, и там не только стадион, там же еще коробка, там еще фонтан, и приезжайте и посмотрите, в каком сейчас состоянии, и почему мы требуем, чтобы обязательно был ответственный за безопасность. Он сказал, что да-да-да, мы проведем совещание, я вам сообщу, ну, на сегодняшний день прошло сколько, дней пять, после нашего разговора, никакой информации нет, глава не приехал, поэтому мы ждем, потому что мы написали письмо в Министерство образования Московской области с просьбой разобраться в этой выпьющей ситуации, поэтому пытаемся, как бы так, дождаться какого-то решения власти. Ну, сразу скажу, что никто не собирается никакой стадион разбирать, даже если совсем отморозятся и будут настаивать на это, мы этого делать не будем, будем искать компромисс какой-то. Мы настаиваем на, скажем так, безвозмездном занятии стадиона школой, потому что детей никто не может лишить права заниматься спортом, даже, кстати, и Центр спорта, который там занимается, тоже ни копейки денег никогда не платил. А мы только оплачивали ремонты, содержание и все остальное. На сегодняшний день такая ситуация. Будет ли достигнута договоренность или нет, во многом зависит и от активности родителей, многие из которых уже обратились с письмом прокуратуру, Министерство образования и другие инстанции. Замечено, что власти становятся более разумными, когда на них общество оказывает давление. Особенно чувствительно оно воспринимается в преддверии предстоящих выборов Государственной Думы в сентябре 2021 года. ТВ Совхоз благодарит вас за внимание, следите за нашими публикациями, пишите комментарии и распространяйте это видео. Вместе победим. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok